МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика, в студии Родион Архипов. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ о мерах по этапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике. Напомним, она должна соответствовать средней зарплате по региону. На реализацию указа в текущем году планируется направить за счет бюджетных средств около 2 миллиардов рублей. Органам местного самоуправления рекомендовано принять аналогичные решения в отношении указанных категорий граждан и работников муниципальных учреждений. И вновь о тарифах. Разговоры об их росте в Чебоксарах не утихают. Платить за горячую воду и тепло жители столицы станут больше. Сегодня о новой системе расчета зашла речь на брифинге в городской администрации. В расчетах за один куб воды теперь вписана новая строка затраты за ее подогрев. Теперь столичные многоэтажки различают по типу отопления. За так называемую открытую систему раскошелиться придется больше, чем за закрытую. В первом случае потребители получают химически очищенную воду и таких в Чебоксарах большинство. Теперь их плата за коммунальные услуги увеличится на 5%. Закрытая система, когда у нас в Чебоксарах это в основном двухтрубная система, когда вода поступает, часть идет на отопление, а часть идет в виде теплоносителя для нужд горячего водоснабжения. Закрытая система более сложная. Вода циркулирует по четырем трубам и подогревается в специальных установках. В этом случае за один куб горячей воды жители будут выкладывать уже более 70 рублей. За открытую схему 93. Данные изменения отразились на жилищный и коммунальный услуг 1212 многоквартирных домах города Чебоксары, что составляет на сегодняшний день от общего количества 49,3%. В том числе открытая система. У нас 602 многоквартирных домов, что составляет 24,5% от общего количества многоквартирных домов. Оплачивать счета по новым тарифам жители столицы начнут только в конце февраля. Управляющие компании уже вносят корректировки в квитанции. Кому-то придется доплатить. По городу Чебоксары, кто сегодня успел начислять по двухкомпонентным тарифам, по той методике, которая была передложена, в феврале месяце будет проведена корректировка оплаты в сторону снижения. То есть начисления будут проходить на уровне декабря 2012 года. Очевидно, уже сейчас экономить потребителям помогут приборы учета. Ежедневно можно отслеживать, какое потребление идет. Ежедневно можно отслеживать соблюдаемый температурный график, режимы представления коммунальных услуг гражданам. Значит, даже из этих двух примеров, которые были приведены, есть много управляющих компаний, которые произвели возврат населению по фактическому потреблению тепловой энергии по показаниям приборов учета. Правда, до сих пор вопросов к чиновникам остается много. Новую классификацию расчетов за отопление и горячую воду многим жителям еще предстоит изучить. Медриковалев, Алексей Иванов и Александр Петров. Республика. Быть активными участниками дорожного движения, не выходя из собственных квартир, удается жителям нескольких домов по проспекту Ленина. Стены их спален буквально держат контактную сеть, по которой движется городской электротранспорт. Сотни троллейбусов ежедневно сотрясают ветки и хрущевки. Люди напуганные пишут жалобы во все инстанции. С проблемой людей на месте познакомился вице-спикер Государственного совета Олег Мешков. Неприятные ощущения начали беспокоить жители квартала в центре города около двух лет назад. Жильцы рассказывают, во время сильного ветра они не просто слышат шум проводов, но и ощущают вибрацию в собственных квартирах. Мы при обходе дома увидели, что наши дома дали трещину. То есть несущие стены домов дают трещину и с уличной стороны, где анкерные тросы, и со стороны двора. То есть анкерные тросы прикреплены к несущей стене дома. А это, как правило, идет движение всех стен. Даже в квартирах действительно замечаешь, что плиты, двигаются плиты. То есть идет разница между плитой. Допустим, в прошлом году не было заметно, а сейчас увеличение движения плиты идет. И трещина увеличивается, трещина в подъездах. Специалисты троллейбусного управления утверждают, беспокоиться людям не о чем. Тросы зафиксированы по всем правилам. Однако отмечают, разрабатывались эти правила еще при царе Горохе. Эта линия была построена в 1964 году согласно проектной документации и согласно норме правил. Эти правила, во всех городах России, практически, даже в Москве, все контактные сети, особенно в центре, где невозможно поставить опоры, все они размещены таким же образом. Жильцы, в свою очередь, настаивают. Не надо доламывать и без того хлипкие хрущевки. В качестве альтернативных опор для контактной сети люди предлагают и фонарные столбы, и даже березы с тополями. Мы должны также рассмотреть вопрос о том, чтобы эти опоры, все-таки же они были усилены. И на самом деле сегодня менять эти опоры тоже проблематично, это финансовые затраты. И сегодня мы должны четко знать, как мы можем их укрепить. Если мы уйдем от жилых домов, естественно, но это нужно, конечно, уходить, то мы должны рассмотреть вопрос в техническом плане. Эстетика, конечно, портит, естественно, безопасность. И на самом деле сегодня мы должны уходить от этого. Это наша позиция. Заместитель председателя госсовета Олег Мешков, который уже знаком с проблемами жильцов этого квартала, уверен, проблему необходимо решать немедленно, пока конфликт не разгорелся во всю силу. Сами троллейбусники тоже должны понимать, что они, во-первых, закрепились или уцепились за квартиры, которые являются уже собственностью. Да, являются частной собственностью и пользуются этим, как говорится, даже не то, что без ведома этих хозяев, но даже немножко, кажется, злоупотребляют. Поэтому могут быть на них, если так подумать, могут быть и иски. Ольга Григорьев, Ольга Панова, Андрей Шоклев, Республика. Сопровождение ГИБДД лишились губернаторы полпреда президента в округах руководителей думских фракций. Об этом сегодня сообщает информагентство «Регнум». О том, что это теперь запрещено, было объявлено на коллегии МВД России. Пользоваться сопровождением губернаторы полпреда руководителей думских фракций могут лишь в порядке исключения. В случае, если едут на встречу с президентом страны или премьер-министром, сохраняют за собой такое право президент, председатель правительства, председатель Госдумы, глава Совета Федерации, председатели Конституционного, Верховного и Арбитражного судов, а также генеральный прокурор. В Урнарском районе раскрыть кражу из магазина полицейским помогла служебная собака. Овчарка привела стражей порядка буквально в дома злоумышленников, которые в тот момент еще спали. Подробности этой истории в нашем материале. Около трех часов ночи в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России в Урнарске поступило сообщение о проникновении в магазин. Звонивший представился кочегаром, который пришел в торговую точку с позаранку, чтобы затопить печь. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось уже на месте происшествия, злоумышленники проникли в магазин с запасного входа, вырвав дверной косяк. Для розыска злоумышленников была применена служебная собака. Собаку применил по следу от запасного выхода с магазина. Привела на улицу Нижняя, ну, к вероятным преступникам. Овчарка Дик привела полицейских буквально в дома злоумышленников, которые в тот момент еще спали. Как выяснилось позже, в тот день сельчане 24 и 47 лет выпивали. Спиртного не хватило, вот и решили они пойти ночью на дело. Добыв необходимое, снова выпили и разошлись по домам. А магазин что взяли? Помните? Не помню, брянный был. А вы ранее судимый? Судимый. А чем занимаетесь вообще? Работаю. Где работаете? Везде, где угодно, где хочется. Среди похищенного из магазина продукты питания, алкоголь, целая коробка дорогих сигарет и более 9 тысяч выручки. Точную сумму ущерба сейчас устанавливается. По словам местного участкового уполномоченного полиции Сергея Михайлова, оба они ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Живут временными заработками, частенько выпивают. На данный момент в отношении них возбуждено уголовное дело предусмотрено статью 158, часть 2, уголовный кодекс Российской Федерации. Оба гражданина задержаны порядка статьи 91-92, уголовный кодекс Российской Федерации. Оба злоумышленника дают признательные показания. А дико, помогшего раскрыть кражу по горячим следам, за проявленный профессионализм уже угостили любимым кормом. С наступлением нового 2013 года республиканским предпринимателям, работающим в сфере общественного питания и реализации алкогольной продукции, пришлось привыкать работать по новым правилам. Вступили в силу изменения в федеральное законодательство, предусматривающее дополнительные ограничения в сфере продажи алкогольной продукции. С 1 января 2013 года запрещена розничная торговля пивом и пивными напитками в киосках, палатках, лотках и павильонах. В республике на этих ограничениях не остановились и в силу вступили нормы, установленные кабинетом министров Чувашской республики. В частности, ограничивается продажа алкогольной продукции на объектах торговли и общественного питания, расположенных в городских парках и скверах, на пляжах и территориях, предназначенных для отдыха и занятий спортом. Исключением для данного ограничения являются только рестораны. Как же приспособились предприниматели к новым правилам и как исполняют законодательство? Да, ситуация, конечно, изменилась несколько. В прошлом году, если, допустим, у нас нелегальная алкогольная продукция, как бы она занимала незначительное место, то в связи с введением новых ограничений по продаже пива пивных напитков в нестационарной сети, то как бы вот этот вот поменялся несколько ракурс. У нас нелегальная алкогольная продукция, по информации, которая у нас из других источников поступает, значит, она появилась у нас, ну, стали торговать таксисты, значит, доставка у нас организована на дом алкогольной продукции, что является тоже незаконной деятельностью, но и иные виды. Но большинство у нас предпринимателей, они, конечно, исполнительные, многие уже исключили из своего ассортимента товаров, это алкогольная продукция, пиво, пивные напитки, конечно, от этого они страдают, то есть прибыль, естественно, у них уменьшится, но мы их до этого еще заранее предупреждали, что эта норма все-таки вступит в силу, поэтому они должны были быть готовы к этому. Многие, конечно, уже действительно прекратили торговать. Подробнее об этом и других вопросах о том, как живется малому и среднему предпринимательству республики, о мерах государственной поддержки в новой программе «Бизнес-среда», которая выйдет завтра, 13 февраля в 20.00 в нашем телеэфире. Колокольня Святой Троицкого монастыря в АлатРа получила больше всего голосов в интернет-голосовании на семь лучших достопримечательностей Чувашия. Сегодня стали известны результаты. Голосование проводилось для того, чтобы определить, какие достопримечательности потом войдут в тематический парк России. Его разобьют в городе Домодедово Московской области. Каждый регион сможет представить в этом комплексе свою экспозицию, а через нее показать историю, культуру, природу края. Одной из главных тенденций, существующих в России сегодня, стало стремление к укреплению основ гуманистического общества. Вновь заговорили о том, что главной ценностью государства является человек. В свете этих тенденций в столице нашего государства создана авторитетная научно-практическая организация Академия социального гуманизма. Президентом новой академии избран доктор экономических наук, академик Российской академии образования Лев Пантелеймонович Кураков. Эта новая его активная общественная работа позволит ему еще больше раскрыть свой талант руководителя в сфере науки, в сфере образования, в сфере вообще социального положения человека на нашей планете. Лев Кураков обладает серьезным опытом в области теории и практики социального гуманизма. Этот опыт востребован на самом высоком уровне и позволяет решать сложные инновационные задачи, стоящие перед новой академией. О спорте. В селе Первомайское Батревского района собрались молодые спортсмены из Москвы, Мордовии, Ульяновской области и из других районов Чувашии. Здесь прошел ежегодный турнир на призы заслуженного работника физической культуры и спорта Чувашии Владимира Семенова. Первых спортивных успехов Владимир Семенов добился здесь, в родной деревне. Вольной борьбой он увлекся довольно поздно, в 16 лет. Тогда, в 1974 году, в Первомайскую школу пришел новый учитель физкультуры. Я сам был борцом, начал организовать вольную борьбу среди школьников. Раньше они ничего не знали, что такое борьба. Я организовал, в классе занимались. Сразу же проявились лидерские качества Владимира Семенова. Он стал капитаном команды. Вольная борьба стала смыслом всей его жизни. За 30 лет тренерской работы им было подготовлено 40 мастеров спорта России. В 90-е годы, когда действительно были тяжелые времена, Владимир Михайлович со своими единомышленниками сохранил наш вид спорта, сохранил тренерские кадры. И на сегодня он является одним из ведущих видов спорта в Чувашской республике. Владимир Семенов, будучи вице-президентом Федерации вольной борьбы в Чувашии, был инициатором проведения различных турниров и соревнований. А вот идея провести тур в честь самого Семенова исходила от односельчан. Вольная борьба – один из популярных видов спорта в районе. И с года в год тут воспитывается много именитых спортсменов. Вы сегодня стали свидетелями. Тазъединов Мисаид – заслуженный мастер спорта. Это наш воспитательник Баттеровской школы борьбы. Таких у нас много. У нас есть Эльза Тазъединова сейчас, член сборной команды России, которая является чемпионкой Европы, чемпионкой России. И я думаю, таких имен еще мы назовем и через пять, и через десять лет. Одно время турнир проходил в Чебоксарах, потом в Батрево, и вот вновь вернулся в родную деревню Владимира Семенова. Тринадцатые соревнования посвятили его 55-летию. Поздравить юбиляра приехали ученики. Сегодня это именитые тренеры, работники силовых структур, бизнесмены, руководители районов, а также друзья и коллеги. Приятно в этот день находиться вместе с вами. Я доволен этим видом спорта. Считаю, что спортивная борьба, греко-римская и вольная борьба – это самый результативный и самый российский вид спорта. В этом виде спорта наша страна делает всегда грандиозные успехи. Участников было так много, что соревнования пришлось проводить в двух залах. За медали и призы боролись 200 спортсменов из Чувашии, Мордовии, Ульяновской области и из Москвы. Подробный рассказ о здоровом образе жизни, закаливании и зимнем отдыхе сразу после новостей. А я прощаюсь с вами. До завтра. Хорошего вам настроения. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова